Добрый день, коллеги. Спасибо большое за возможность выступить на столь представительном форуме. И как раз осветить эту тему я бы хотел на примере пациентов с ракомолочной железы. Но предварительно вернусь к вопросу коллеги из Воронежской области. Коллеги, вопрос этот касается не только нутритивной поддержки, он касается вообще всей реабилитации. Да, я согласен с Ольгой Аркадьевной, конечно, для проведения парантрального питания не нужно отдельной лицензии. С каким диагнозом мы госпитализируем больного, на какие деньги мы покупаем эти препараты и какой счет фактуры мы выставляем в страховую медицинскую организацию. К сожалению, вот эти вопросы наших организаторов здравоохранения в Меддраве волнуют очень мало. И поэтому все наши последние годы, наши встречи и обсуждения, это скорее действительно обмен опытом клиническим, практическим, как помогать пациенту, как восстановить пациента как можно быстрее. Но, тем не менее, организационные аспекты остаются в большинстве своем нерешенные. И введение двух КСГ в этом году, реабилитация постмацикотомического синдрома, реабилитация последствий лучевой терапии, к сожалению, проблему это не решило. И, если честно, я не знаю сейчас, куда должен быть направлен пациент, перенесший операцию полтора-два года назад, и пациентка, у которой продолжает развиваться последствия мастектомии, последствия лучевой терапии, лучевого фиброза или лимфодисекции, развивается лимфостаз, сохраняется явление плексита, сохраняется только подвижность плечевого сустава. Куда она пойдет? В районную поликлинику, в рамках подушевого норматива, на второй этап реабилитации, на санаторно-курортное лечение, где и районные врачи не даст ей направление, потому что сохраняется противопоказание в головах у врачей. Поэтому, честно говоря, введение КСГ, ну, без указания сроков, без указания длительности лечения, без указания кратности лечения, мы прекрасно понимаем, что постмастомический синдром, эта ситуация, если она развилась, то она в той или иной степени сопровождает пациенткой всю жизнь. Как часто она сможет приходить? Куда она будет приходить? Впоследствии лучевой терапии, вторая КСГ. Это все замечательно, мы прекрасно понимаем, что постмастомический синдром — это огромный океан. Как наполнять эту КСГ? Чем мы ее будем наполнять? Какими специалистами? У нас сейчас реальная ситуация в организации здравоохранения — это отделение реабилитации федеральных центров, которые, собственно, являются и пионерами, и флагманы этого направления. Это отдельные диспансеры крупные, есть отделение реабилитации онкологических больных. Ну, коллеги, по большому счету, все. Поэтому, да, есть наш центр, который реабилитационный и параллельно онкологический, поэтому имеющиеся реабилитационные мощности позволяют нам работать с потоком онкологических пациентов. Константин Викторович, вы, ради бога, извините, вы презентацию сейчас не показываете, да? Вы просто сейчас вот отвечаете на вопросы. Я говорю на эти вопросы, презентацию я покажу по молочной железе, только, Татьяна, вы говорили именно о том, как наполняется КСГ. Наполнить ее можно, давайте спросим. Вот мы рассказываем коллегам, как мы ее наполняем, где мы ее наполняем. Ее наполняет районная поликлиника, ее наполняет больница. Вот вопрос коллеги из Воронежа очень правильный. Где и с чем? Прекрасный ответ Ольга Аркадьевна. Я могу то же самое сказать. Конечно, положите к нам, мы покапаем. Районная больница, человек, который перенес операцию, у него нитритивные проблемы. Он с каким диагнозом ляжет туда? Поэтому мы можем говорить очень много о наполнении КСГ, но на самом деле проблемы в организации сейчас, они как были, они так, к сожалению, и остались. Поэтому сегодня очень интересная сессия. С удовольствием мы, естественно, послушаем все доклады. Огромная проблема. И, конечно, это проблема не только палиативной помощи. Но, коллеги, ты из Воронежа, это именно пациенты палиативные. Это пациенты, у которых уже прошли все курсы лечения. Но, видимо, не только из Воронежа. У нас такие же есть. С чем я их буду госпитализировать? С каким диагнозом? Поэтому, коллеги, с моей точки зрения, проблем здесь в организации у нас остается достаточно много. К сожалению, они не решаются. И я не очень понимаю, как и кто их будет, соответственно, решать. Поскольку мы занимаемся лечением онкологических больных. И дальше мы красиво любим говорить об онкореабилитации. Тариф онкореабилитации в Московской области 12 тысяч рублей дневного стационара, 14 тысяч круглосуточного. Давайте поговорим о наполнении. Давайте перейдем к презентации. Естественно, мы имеем некий опыт, ну, как и все коллеги в лечении пациента с постмастектомическим синдромом. И опять же вопрос. То, что я хочу показать. Почему постмастектомические клинорекомендации позволяют нам и настраивают нас на реабилитацию пациентов с момента начала лечения? Ну, КСГ, начинается постмастектомический синдром. Если мастектомия не проведена, в рамках какой КСГ я буду проводить лечение нейропатии? Нейропатии? Только посмотрите, как сформулировано лечение нейропатии. Последствия травмы или операции? У пациентки в нейодюванте нет еще ни травмы, ни операции. А нейропатии уже есть. Если мы говорим о ситуации в стране, мы сейчас очень много ездим и общаемся с коллегами. Вот эти вопросы возникают постоянно. Спасибо большое за то, что вы рассказали нам, как это можно делать. Только объясните, как мы это будем оформлять. Давайте перейдем к некой презентации. С моей точки зрения, проблемы организации реабилитации пока у нас в стране не решены. Они решаются. Но выделение этих двух КСГ, так как их выделил федеральный центр, с моей точки зрения, это просто некая такая отсылка. Ну, нате вам и успокойтесь. Самый дешевый КСГ для пациентов или пациентов, у которых это действительно жизненная ситуация. Либо мы опять переходим к тому, что у нас было в начале 90-х, или в середине, когда мы начинали заниматься, что это только ситуации для пациентов, которые могут заплатить за свою реабилитацию. Давайте посмотрим, что у нас всё-таки на разных этапах лечения мы можем лечить. Вот давайте наполнение. КСГ молочной железы. Ну, реабилитация, да, у нас есть схема РУСК, которую все знают. Она у меня на экране, наверное. Многие знают, когда, где начинать. Неодеванты, одеванты, операции. Ну, на самом деле, в самом начале мы начинаем реабилитацию при раке молочной железы. Естественно, чехолог и прекрасные коллеги из Института онкологии Ильи Петрова занимаются этим. Первый период постановки диагноза, когда возникает множество вопросов, предоперационный период, боязнь боли, операции, наркозы, ранний и послеоперационный, ну и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле работа чехолога, она всегда является необходимой. Всегда психолог входит в мультидисциплинарную бригаду. В профильных учреждениях это возможно сделать. Куда обращаться пациентке, когда она просто проходит лечение и приходит на свои очередные курсы с места жительства из районного центра? Честно говоря, я о ней очень знаю. Поэтому, простите за эмоции, но достаточно сложно говорить о том, как хорошо мы это умеем делать, понимая, что, в общем, далеко не все наши коллеги могут это себе позволить, далеко не все наши пациенты могут получить вот эту реабилитацию. Ну да, очень жарко, что нет экрана, потому что при раке молочной железы большое значение имеет консультирование пациентов с их страхами, боязнями, боязнь выпадения волос, бровей, ресниц, рекомендации по характеру стрижки, по изменению прически, по возможности выполнения татуажа или микроблейдинга, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все те вещи, которые кажутся не очень актуальными онкологами, но очень актуальны для женщин, которые, к сожалению, страдают от последствий проводимой терапии. Генитуритральный синдром пациент, получающий терапию, направленный на снижение уровня эстрогена. Огромная проблема, которая никак не укладывается в КСГ постмастектонический синдром, еще нет никакой мастектонии. Но, тем не менее, уже появляются и элементы недержания мочи, и проблемы интимной гигиены, и, ну, давайте назовем красиво, возможное появление переменополизальных проявлений, но это и сухость, и трещины в наружных половых органах, и невозможность сексуальной жизни. Все то, что тоже, в принципе, корректируется, корректируется определенными и инъекциями, и лазеротерапией. Но, тем не менее, у меня нет ответа на вопрос, как я фонду МС выставлю подобное мероприятие у пациента. Это некая инициатива, может быть, химиотерапевтов, это некая, может быть, инициатива онкологического учреждения, которое организует подобное качество жизни для своих пациентов. Но эта инициатива должна тогда идти в рамках некого первого этапа реабилитации и оформляться за счет средств, выделяемых на проведение непосредственно специфической противоопухолевой терапии. Консультирование по питанию физической активности. Да, все правильно. Огромная проблема для всех аналогических пациентов. Замечательно, если в спонсере есть специалист, который готов проконсультировать пациентов, либо, ну, не так уж и плохо, если мы выдадим методичку производителей лечебного питания, сиппингов или нутритивной поддержки. Использование холодового шлема, антиметогенной терапии, 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 магнита. То есть все это можно применять на первом этапе лечения, еще до операции. И опять же, к сожалению, я не знаю, кто и как это готов оплачивать в рамках региональных фондов ОМС. Лечебная физкультура. Естественно, мы занимаемся ею во время прохождения пациентами курсов химиотерапии. Рекомендуем пациентам приходить к нам в реабилитационный центр. Точно так же даем упражнения для домашнего использования. Рекомендуем, если есть такая возможность, ведь у нас сейчас, к сожалению, даже мы не полностью использовали при возможности компьютерных технологий и не могу демонстрировать презентацию. Но инструкторы при возможности контролируют работу пациента дома для того, чтобы следить за правильностью выполнения упражнений и за тем, что в принципе эти упражнения выполняются. Поэтому здесь самые разные группы упражнений. Это ЛФК направлено на сохранение мышечного тонуса, сохранение мышечной массы, профилактику и коррекцию генитуратурального синдрома. При первогенолучевой терапии при пациентах ракомолочной железы, профилактику, для любого звукоподвижности сустава и проблемы будущего лучевого фиброза. Поэтому большое количество методик лечебной физкультуры, которые, конечно, нужно применять на всех этапах лечения у этих пациентов. Послехирургического лечения, понятно, это проблемы первого уровня, это проблемы от плекситов, дальше присоединяется уже, опять же, с коленосиндром, и, как следствие, лимфостаз, то, что все видят, но в основе этих проблем лежит очень большое количество предшествующих признаков, предшествующих моментов, которые мы можем скорректировать. Поэтому, коллеги, я ещё раз вернусь всё-таки к наполнению КСГ и к тому, что, наверное, заключаю, что в настоящее время реабилитация онкологических больных является уделом специализированных онкологических центров, уделом энтузиастов, уделом фанатиков, тех, которые действительно реально думают о качестве жизни онкологического пациента. Естественно, самая главная задача наша сохранить жизнь пациента, но и сделать так, чтобы он жил качественно. Но в настоящее время, к сожалению, я не вижу реальной возможности масштабирования технологий реабилитации онкологических больных в существующую систему здравоохранения. Спасибо.